МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города в студии Елена Воротягина. Здравствуйте! В начале выпуска о некоторых темах. Пора платить по счетам. Ямальцы, получившие квартиры в Тюмени, должны уплатить налог на доходы. Оттепели раньше срока. Из-за протекающей крыши жильцы дома по космонавтам опасаются включать электроприборы. И есть чем гордиться. Девятая школа вошла в элиту российского образования. Начну с кадровых изменений. В ноябрьском ОМВД новый начальник. Соответствующий приказ подписан 21 января. По данным окружного управления внутренних дел, руководитель ноябрьским отделом полиции будет подполковник Игорь Степанчук. Напомню, с июля 2011 года он был заместителем начальника городского ОМВД. А после отставки Александра Позина исполнял обязанности руководителя отдела. Мороз скрипчает. В ноябрьске к концу недели столбики термометров опустятся до отметки в минус 40 градусов. Как пояснили специалисты городской метеостанции, аномально теплое для нашего региона зима отступило, и теперь ждать потепления не приходится. Более того, февраль также не станет баловать нас теплой погодой. В связи с ухудшающимися условиями сотрудники госавтоинспекции города рекомендуют гражданам по возможности воздержаться от поездок за город. В связи с изменением погодных условий госавтоинспекция города Ноябрьска рекомендует в сильные морозы не рисковать своей жизнью и здоровьем и по возможности воздержаться от дальних междугородних поездок. Будьте крайне осторожными и предусмотрительными в пути. Проявляйте внимательность и строго соблюдайте безопасный скоростной режим. По вопросам обеспечения безопасности дорожного движения обращайтесь по телефону госавтоинспекции города Ноябрьска 325872, а также по номеру СПДПС Карамовский 396502. В усиленном режиме во время морозов будут работать и жилищно-коммунальные службы. В УЖХ, например, где на сегодняшний день самый проблемный жилой фонд, помимо обязательного круглосуточного дежурства аварийной бригады, в случае необходимости будут вызваны все сантехники. Руководство управляющей компании заверило, что все необходимое оборудование для устранения аварийных ситуаций у них есть и проблем с выполнением заявок от жителей быть не должно. Отнестись к ситуации со всей ответственностью. Такое поручение накануне управляющим дал первый заместитель главы администрации Владислав Камыш. У нас надвигаются морозы и практически до 1 февраля у нас будет большая отрицательная принижающая температура. Поэтому я еще раз попрошу управляющим компанией «Энергогаз» «Ноябрьск», все муниципальные, которые отвечают за жизнедеятельность города, быть предельно подготовленными, ввести, может быть, дополнительные, ну, как бы вам и бригады. Огнеборцы продолжают контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Напомню, с 18 января в городе введен особый противопожарный режим. Принятие таких экстренных мер связано с серией пожаров в деревянных жилых домах, в одном из которых погибли двое малолетних детей. Ограничение будет снято только 31 января. До этого времени сотрудники отдела надзорной деятельности намерены обследовать не только деревянные дома, но и заглянуть в семьи, ведущие антисоциальный образ жизни. Сейчас у нас проходит рейд по деревянному фонду города Ноябрьска. Мы инструктируем жителей о мерах пожарной безопасности, раздаем памятки, объясняем пользование электроприборами, а также о том, что курение в общественных местах не допускается. Нельзя пользоваться самодельными электрическими приборами, только сертифицированными, и, соответственно, не оставлять их, уходя из дома, чтобы не возникли случаи, которые уже несколько раз произошли в этом году. Пора платить по счетам. Ямальцы, получившие в 2013 году квартиры в Тюмени в рамках программы переселения, должны уплатить налог на доходы физических лиц и приставить в налоговую по месту жительства декларацию. Об этом сообщает фонд жилищного строительства Ямала. Речь идет о 13% от стоимости полученного жилья. Так, к примеру, пенсионерке Марии Кочетковой со своей однокомнатной квартиры в Тюмени придется выплатить более 180 тысяч рублей. Правда, только в будущем году. Но где взять кругленькую сумму, женщина задумалась уже сейчас. Когда мы сдавали еще заявление, сразу предупредили, что нам придется платить 13% подоходного налога. Мне кредит не дадут, потому что мне 66 лет, а кредиты дают до 65 лет. Буду дочь просить. Она тоже работает одна, без мужа. Не знаю, как будем выкручиваться. Это очень тяжело, конечно. Я, конечно, над этим вопросом задумываюсь. Но не только я одна. Вот сколько мы тут все разговариваем. Я читала в интернете, что там и Кобылкин обижается, что люди квартиры сдают. Я знаю, у меня тоже друзья сдали квартиру, но они тоже взяли кредит для того, чтобы доплатить за двухкомнатную квартиру. Пустили квартирантов, потому что хоть какая-то будет копейка, чтобы платить, выплачивать кредит. Сейчас то, что они заплатили. Ямальская прокуратура обобщила результаты надзора в жилищно-коммунальной сфере. Всего в 2013 году в сфере ЖКХ органами прокуратуры округа выявлен 1771 случай нарушения закона. По фактам неправомерного использования финансовых ресурсов в сфере ЖКХ возбуждено 43 уголовных дела. По результатам проверок в пользу граждан был произведен перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму свыше 4,5 миллионов рублей. Жильцы дома 59 по улице Космонавтов боятся пользоваться электричеством. Виной всему мокрые стены и протекающая крыша, проблемы с которой в этом году возникли еще до прихода весны. В рубрике «Жалуйтесь, критикуйте, хвалите» подробности. Каждый год жильцы этого дома сталкиваются с проблемой протечки крыши. Однако такой картины посреди зимы они не ожидали. Кому-то и вовсе посчастливилось проснуться утром под дождем. В общественной душевой та же беда. Чтобы намокнуть, поворачивать кран не обязательно. Вода капает прямо с потолка. Мы находимся в нашей душевой, в общественной. У нас происходит вот такая вот картина. У нас течет потолок, насквозь причем. Причем он течет в течение круглого года. Сама не там. На просьбу собственников устранить течь управляющая компания отреагировала по-своему. Сюда были высланы бригады, которые очистили кровлю от снега. Однако такое решение проблемы лишь временное. Крышу необходимо основательно чинить. Собственники утверждают, что официально аварийным дом никто не признавал. В питанциях об оплате все так же имеется графа за текущий ремонт, которого, по словам самих жильцов, в общежитии не было уже много лет. Мы поменяли лампочки. Провода, которые свисают на головой, на уровне головы. Я метр пятьдесят ростом. Ребенок схватится и все. Волосы сразу закучрявятся. Вот привязывают вот так. Вчера так завязали. Ирина Росина со своим мужем только в прошлом году сделали в комнате ремонт. Теперь, говорит, все на смарку. Самостоятельно пытались хоть как-то заделать регулярно протекающие места кровли. На небольшой участок потолка ушло пять баллонов монтажной пены. Но и это не спасло. На этот раз семья и вовсе осталась без света. Вода с крыши полилась на электроприборы. Мы остались, в общем, без света, без плиты и без стиральной машины. То есть, ни приготовить, ни включить свет невозможно. После обращения в управляющую компанию, жилищники вновь почистили крышу. А вопрос, кто же будет ее все-таки чинить, так и оставили без ответа. Они мне пришли, почистили крышу. В том году было то же самое. Они пришли, почистили крышу. При первом же дожде у меня был опять водопад в комнате. И не только у меня, у всех соседей тоже. Почему не производится ремонт крыши? На этот вопрос мы ничего не смогли ответить. С этим вопросом мы обратились в управляющую компанию. Директор управдома Сергей Пархамчук пояснил, сейчас жильцам необходимо собрать совет общежития и написать коллективное заявление о протечке крыши и необходимости проведения ремонта. Уже на основании этого документа в общежитии будет направлена экспертная комиссия. Директор управляющей компании отметил, что за всеми не уследишь. И будь в каждом доме ответственное лицо, представляющее интересы жильцов, сотрудничество проходило бы куда быстрее. Юлия Москалик, Александр Иванов, Новости нашего города. Если вы недовольны работой своей управляющей компанией, на ваши жалобы не реагируют или вам напротив, есть за что похвалить обслуживающую организацию, звоните в нашу редакцию по телефону 34-62-75. Девятая школа стала обладателем диплома второй степени национальной премии элиты российского образования в номинации «Лучшее учреждение общего образования по раскрытию потенциала личности учащихся». Как сообщили в городском департаменте образования, это уже вторая награда общеобразовательного учреждения. В 2012 году девятая школа получила золотую медаль национальной премии. В прошлый раз успех коллектива учреждения принес проект «Школьный сайт» как модель открытого образовательного пространства. Сразу после выпуска новостей смотрите в эфире актуальное интервью. Начальник отдела работы с налогоплательщиками Светлана Крикон расскажет об изменениях в законодательстве, которые касаются предоставления налогового и имущественного вычета. А на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Одежда ведущему предоставлена индивидуальным предпринимателем Галиной Копач. Магазин «Каприс». Город Ноябрьск. Торговый комплекс «Север-3». Ждем ежедневно с 10 до 21.00. Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. Музыка. Музыка. 23 января в Салехарде «Облачный» ветер северо-западный до 1 метра в секунду. Температура 30 градусов мороза. В Муравленко переменная облачность. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура минус 31 градус. В ноябрьский небольшой снег. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура минус 30 градусов. Редактор субтитров А.Семкин